Девушки отдыхают Дмитрий Иванов точным ударом в девятку установил счет 2-0. В том матче Иванов записал на свой счет дубль. Также за Unreal Atrix голами отличились Алексей Лысюк и Алексей Криворучко. Best Team смогли лишь размочить счет. Автором результативного удара стал Арсений Салай. 5-1 победа Unreal Atrix. Следующие матчи состоялись уже в воскресенье. Открытием игрового дня стала встреча коллектива Softcom и TransBudderK. ТрансбудderK до этого уже имели в активе одну победу со счетом 4-1 над Цитрусом. В этом же матче им удалось продолжить приятную победную серию. В первом тайме на поле был зафиксирован ничейный счет, зато после перерыва TransBudderK вывелся в лидеры. На 22-й минуте матча Роман Юрков успешно замкнул непростой прострел от партнера. А уже минутой спустя счет стал 2-0. Тогда Юрий Жигун с непростого угла сумел попасть в ближний угол ворот, где вратарь не спас свою команду. Ближе к завершению матча неприятный рикошет в ходе контратаки привел к тому, что Артем Скуба отличился автоголом. В точку же в противостоянии поставил Юрков, для которого лично этот гол стал вторым. 4-0 TransBudderK на вершине турнирной таблицы. Опытные участники чемпионата Brands League провели результативный матч, в котором WebFox оказались сильнее. Традиционно для себя коллектив WebFox не отличался обширной скамейкой запасных. Впрочем, это не помешало им заработать 3 очка. Во многом победу команде принес Василий Баркая. Новичок команды сразу же отличился хэт-триком. Первый гол в матче стал результатом меткого выстрела в касание. Во втором тайме счет стал 2-0. И похожий гол в исполнении Василия. Проблему марафона добавилось после автогола от Александра Аксентюка, после чего отыграться было уже сложно. Концовка поединка получилась сверхрезультативной. Сначала игроки марафона разыграли позиционную атаку, и Вячеслав Питомец поймал вратаря на противоходе. Впрочем, WebFox моментально включились в игру, доведя счет до разгромного. 5-1 и 3 очка после двух сыгранных матчей у WebFox. Закрывали тур Дарница и Цитрус. До игры фармацевты находились выше в турнирной таблице благодаря победе над марафоном 3-2. Цитрус, наоборот, сумел реабилитироваться за досадное поражение в первом туре от Трансбуда РК. Все голы были зафиксированы в первом тайме. Быстрый мяч записал на свой счет Алишер Шоев, когда решил пробить на силу и не прогадал. В середине тайма перевес Цитруса увеличился. Сергей Пелюхня в подкате оформил второй гол команду. Дарница отыграл один мяч благодаря меткости Алексея Горелкина, который, к слову, позднее заработал красную карточку. На том команды и разошлись 2-1 в пользу Цитруса. Таким был второй тур Брендс Лиг. До встречи на турнире!